Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 521. Вы пишите существительные, прилагательные глаголы и местоимения в две колонки. Первую со следным написанием, во вторую с раздельным написанием. Затем укажите предложение с однородными сказуемыми, ну и разобрать цифры. Трудовая жизнь не сгорбила, а даже выпрямила мою мать. Научила встречать невзгоды спокойно, никого и ничего не бояться, ни от кого не зависеть и верить в свои руки. Мой товарищ ни в чем, никому не отказывал, помогал молодежи, и у него не было ни минуты свободного времени. Третье. Сосед наш был человек немногословный, и никто не знал, что он совершил подвиг. К следному написанию из данного текста мы выбираем «невзгоды», Без «не» не употребляется никого, ничего, никому, ни многословный, никто. Мы пишем слитно. Причем употребляем частицу «не» в безударном положении и частицу «не» в ударном, ни многословный. К раздельному написанию относятся слова «не сгорбила», «не с глаголами», «не бояться», «не с глаголами», «не от кого». Разделяем глоб «не зависеть», отрицательная частица «не с глаголом», «ни в чем», разделено предлогом «не отказывал», «не было», «не знал», «не с глаголами». Предложение с однородными сказуемыми – это первое предложение. Трудовая жизнь не сгорбила, а выпрямила, научила, не бояться, не зависеть, верить. И второе предложение. Товарищ никому не отказывал, помогал, не было. Значит, предложение с однородными сказуемыми – первое и второе. Выполним разбор морфемный. Слово «свободного» – «свободного» – «свобода», корень «свобод», суффикс «н», окончание «огон», основа «свободный». Времени. Морфологический разбор. Это существительное. Не было чего. Времени. Начальная форма. Время. К постоянным признакам здесь относится то, что это имя существительное, нарицательное, неодушевленное, среднего рода, оно разносклоняемое. К непостоянным признакам относится. Слово стоит в родительном падеже в единственном числе. Не было чего. Времени. Предложение является дополнением. Молодежи. Цифра 3. Это существительное. Помогал кому? Молодежи. Начальная форма. Молодежь. К постоянным признакам относится то, что это имя нарицательное, молодежь, неодушевленная, ноя женский, керзеленное, неудический. К непостоянному. Слово стоит в дательном падеже в единственном числе. Третье. Помогал кому? Молодежи. Предложение является дополнением. Понравилось видео? Ставь лайк. Подписывайся на наш канал. Есть предложение или пожелание? Оставляй в комментариях. Со всеми прощаюсь. До следующего видео.